Дыхание. Мы начнем осваивать базовую постановку с дыхания. Дело в том, что губная гармоника – это духовой музыкальный инструмент, и звуки на нем извлекаются при помощи потока воздуха. Причем уникальность губной гармоники в том, что в отличие от всех остальных духовых инструментов, на губной гармонике звуки извлекаются как на выдох, так и на вдох. И более того, как правило, исполнители играют на вдох даже больше, чем на выдох. В дыхании участвуют несколько групп мышц. Это межреберные мышцы, которые находятся между ребрами. Это диафрагма – куполообразная мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной. И это мышцы живота, конкретно косые мышцы живота. Они находятся вот здесь. Здесь существует много способов и практик дышать. На каждом духовом инструменте свои особенности дыхания. Если вы уже играли на каких-то духовых музыкальных инструментах, если вы занимались вокалом, если вы занимались йогой, возможно, вам будет немного легче, но все равно вам придется немного перестроить дыхание на губной гармонике. Особенно это касается вдоха. Есть два основных способа дышать при игре на губной гармонике. Это дыхание животом и дыхание нижними ребрами. Живот. Нижние ребра. К дыханию нижними ребрами мы подойдем немножечко позже. Начнем мы пока с дыхания животом. Если вы понимаете, о чем я говорю, если вы уже использовали нижнереберное дыхание, в принципе, можете продолжать использовать его. Но если вы никогда не сталкивались с дыханием, давайте начнем с освоения дыхания животом, чтобы вы не запутались. Положите руки на живот и выдохните, надавив на него. Максимально убираем воздух. Максимально втягиваем живот совсем к позвоночнику, насколько это возможно. На вдохе надуваем живот. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Первое время я рекомендую вам утрированно надувать живот на вдохе и сдувать живот на выдохе. Максимально надуваем, максимально сдуваем. После некоторого количества практики игры на губной гармонике это перестанет быть необходимым так сильно двигать животом. Но сейчас нам важно, чтобы у вас выработалась эта привычка. Что происходит физиологически? На вдохе диафрагма распрямляется, напрягается, толкает вниз органы брюшной полости, у нас надувается живот. На выдохе работают косые мышцы живота, диафрагма пассивно. Косые мышцы живота напрягаются, убирают живот, и у вас воздух выходит. Соответственно, когда диафрагма распрямилась на вдохе, у вас увеличился объем легких. На выдохе, когда давление в брюшной полости поднимает диафрагму, объем легких уменьшается. За счет этого воздух поступает в легкие и затем выходит из них уже в меньшей степени насыщенный кислородом, потому что кислород поступил в кровь. Важно на достаточно продолжительном первом этапе исключить дыхание грудью. То есть дыхание за счет верхних межреберных мышц. Это дыхание не даст вам полноценного контроля потока воздуха и, соответственно, качественного звука. Важно, чтобы при занятиях на гармонике ваши ключицы, ваша грудная клетка, верхняя ее часть, были неподвижны, и также, чтобы вы не поднимали плечи. Плечи расслаблены, как будто вы совсем свесили руки и болтаете ими. Вот это положение плечей должно быть постоянно. Если у вас совсем не получается дышать животом, если вы все время путаетесь, где вдох, где выдох, вам поможет следующее упражнение. Ложитесь на пол, положите на живот несколько тяжелых книг и подышите, чтобы на вдох книги поднимались, на выдох опускались. Легче визуализировать, что вы как будто бы набираете воздух в живот. На самом деле, конечно, он у вас набирается в легкие, но если вы будете представлять, что набираете воздух в живот и выталкиваете его оттуда, вам будет понятнее, как это сделать правильно. Советы. Тренируйтесь перед зеркалом, тренируйтесь дышать, когда вы не заняты ничем другим, но, например, не можете играть на гармонике, например, в переполненном общественном транспорте. Положили руку на живот, следите, как вы дышите. Если вы взялись за освоение музыкального инструмента, это становится частью вашей жизни. Нужно вырабатывать полезные привычки. Домашнее задание. Я хочу, чтобы вы сняли видео, как вы дышите. В ваших же интересах снять его как можно лучше. Вообще, в дальнейшем я буду многого спросить снимать видео, поэтому будет здорово, если вы озаботитесь каким-нибудь штативом для сотового телефона или для планшета. Так вы сможете получить полный ракурс, чтобы я увидел, как вы дышите, чтобы я увидел, какая у вас осанка. Или попросите снять кого-нибудь из домашних. Я хочу увидеть, как у вас на вдохе живот надувается, на выдохе сдувается, и при этом у вас не ходит туда-сюда грудная клетка. Продолжение следует...